Всем привет! Значит, господин продюсер, пока я работал, сгонял в Таиланд, отдыхал там, лежал, загорал и припер мне вот такую штуку. Это, в общем, какие-то личинки, какие он не смог мне объяснить, потому что оно продается так в тайском магазине, вот в такой упаковке, ну, без окон, без дверей. То есть, если на свет все это рассматривать, то видно, что да, ну, это похоже на какие-то личинки. Хотя, они довольно твердые. Может, это рис? Ну, короче, это какие-то сушеные личинки. Он говорит, пробуй мне, говорит, пусть все смотрят, как ты ешь личинок. Но я, в общем, отказываться не стал, потому что, сами понимаете, человек, я подневольный. Ух ты! А ты сам их не пробовал. Я хочу тебе сказать, что это вкусно. Это реально как хрустящая карамель. Ну, то есть, это все вот так вот в карамели. А внутри что-то хрустит. Причем, я не уверен, что это личинки. И мне кажется, что это рис. Короче, Это очень вкусно. Будьте в Таиланде, берите и личинки. А я возвращаюсь к своим баранам. Вернее, не к баранам, а к свинье. Было много запросов о том, как правильно жарить свинину. Я вообще не поклонник свиньи. Давно уже не ел. И, как вы видите, давно не готовил из свинины ничего такого. Но потребность есть, поэтому я сегодня сгонял на рынок. У меня это корейка на кости. Вот кость, она довольно тоненькая. Ну, то есть, вы это можете поглядеть. Да, с торца можно разрез посмотреть. Когда берете свинину или баранину, следите за ребрами. Ребро должно быть тонкое. Все, мне ее разрезали. Получился вот такой вот, вот такой каре. Пахнет хорошо, ничем инородным не воняет. Что мы делаем? Запомните одну простую вещь. Свинину надо жарить, да? И поэтому, независимо от того, где вы будете жарить, на сковороде гриль или на обычной сковороде. Я пока поставил сковородку разогреваться, у меня толстый чугун. Что я делаю? Значит, лучше всего взять для этого какую-то продолговатую посудину. И здесь ее буду мариновать. Обычное растительное масло. Для того, чтобы прилипали специи. Не используйте специи молотые. Потому что это все у вас сгорит. Сгорит напрочь, даст горечь мясу. И вы потом будете спрашивать, почему мясо горькое? Да потому что мелкие специи, им, чтобы сгореть, нужна температура там 100 градусов. А на сковороде там около 380, а то и 400 градусов. Обязательно соль. Обязательно соль только в том случае, если вы собираетесь жарить кусок мяса в течение прям ближайшего времени. Если вы хотите оставить его на ночь, то лучше это делать без соли. Вообще, кто знает, что корейка самое сухое мясо у свиньи. Да, вот, наверное, кто-то знает. А кто не знает, я вам рассказываю. Перец не нужен. Суши, мясо, я не знаю, какое еще. Там элементы окорока, ну, возможно. Здесь нет ни капли жиринки. И поэтому вот эти волокна свиные, они высыхают моментально. То есть, если их жарить до готовности на сковороде, то что мы получаем? Мы получаем сухарик. Он в первые 10-15 секунд после того, как сняли со сковороды, еще более-менее есть можно. Но стоит отвернуться, и мясо остыло, все, есть невозможно. Тимьян довольно крупная специя. Даже беря во внимание, что она во время обжарки сгорит, ничего страшного не будет. Побольше тимьяна дает нам возможность убрать лишний запах свинины. То есть, некоторые его недолюбливают. Запах свинины, он такой, своеобразный. Запомните, никогда не перчьте белым перцем. У запаха свиньи такой немножко, знаете, какой-то там, то ли мочевиной, то ли чем-то таким он пахнет. И поэтому, если белым перцем посыпать свинину, вот этот запах становится еще ярче. Так же, как лук усиливает аромат баранины, так же белый перец усиливает аромат свиньи. Вот, теперь, что я сюда добавляю? Я сюда добавляю вот эти вот корешочки от кинзы. Вот эти корешочки, я их хорошенько промыл и вот так вот режу. Прям можно даже вот так, с корнями, с самими. Все это вот сюда. Обязательно добавьте соевый соус. Соевый соус, это еще один ингредиент, который нивелирует аромат свинины. Я не пожалел соли, не пожалел соевого соуса. И теперь нам еще осталось вот что сделать. Чесночок. Чеснок надо опять почистить и можно даже, знаете, что сделать? Вот, нарезать его вот такими вот дольками для того, чтобы его потом удобно было стряхивать. Стряхивать все это сюда. Очень простой маринад, очень простой. Не хватает только, знаете, чего еще? Дольки лимона. Кислота тоже призвана убрать аромат свинины. Почему я говорю убрать аромат свинины, убрать аромат свинины? Потому что люди делятся на две категории. Которые любят свинину и готовы терпеть ее аромат. А вторые не любят свинину, потому что им мешает аромат свинии. Так вот, если использовать тот факт, что сделай его меньше. Например, как китайцы, да, почему говорят? В китайской кухне там не отличишь друг от друга ничего там. Рыбу, рыба со вкусом свиньи, свиня со вкусом рыбы. Все это ложь и провокация. Цель убрать первоначальный неприятный аромат. И поэтому, если, например, вы встречаете где-то там в китайском ресторане такое блюдо, как свинина со вкусом рыбы, то это совершенно не значит, что кто-то измазал свинину рыбой. Это значит, что для мариновки свинины используются те же специи, та же смесь специй, что и для маринования рыбы. Какая здесь уже свинина? Здесь уже, если бы я не знал, что это свинина, то по запаху никогда бы не определил, что это такое. Пусть пока полежит. Несколько мгновений. Свинину, которая у нас уже подмариновалась, нужно с нее убрать маринад. Сковорода-гриль хорошенько раскалена, хорошенько прям. Нам нужно сделать решеточку, ну, то есть всего лишь решетку. Дополнительно поливать маслом не нужно, иначе масло будет стекать на сковороду и гореть. Сильно-сильно-сильно-сильно гореть. Дым будет вообще-то, меня не видать будет. Зачет буквально-таки, ну, сколько здесь? 20-30 секунд. Нам нужно дать вкус. Реакцию Майяра, так сказать, вот этот вот. Шефы иногда в ресторанах даже не утруждают себя выражением. Там, обжарь до золотистой корочки. Говорят, так, чувак, дай, пожалуйста, Майяра быстренько и верни ее обратно. Поставь в духовочку на такое-то время, на такую-то температуру. Класс. Тут же переворачиваем теперь вдоль. Обязательно нужно обжечь жир. С краю обжечь жир так, чтобы... О! Вот он. И... Вот так вот положить еще нам. То есть, несмотря на то, что кажется, что кусок тонкий, он довольно толстый. Как только появилась решеточка, сразу же переносим его вот сюда. Так, чтобы все ароматы у нас сохранялись вокруг свинины, поэтому вот эти элементы маринада тут разбросайте. Вот так. Сверху не надо, иначе картинку испортите. Хотя она так будет не слишком яркая, но под овощами будут белые пятна. Короче, чеснок обязательно сюда все это. Вот так. Для того, чтобы получить великолепный результат, для того, чтобы не думать о том, как правильно, какое время, какую толщину, какой объем жарить, на какой температуре. Потому что условностей миллион. Еще раз не устою повторять, что для того, чтобы решить все проблемы с мясом в вашем доме, просто вы должны купить выносной термометр. Или просто термометр, который измеряет температуру мяса в духовке. Да? Он стоит, ну вот такой выносной термометр, это ноунейм термометр, здесь никаких логотипов нету. Вот он стоит 400 рублей. Я купил в колбасном магазине. Мы берем его, видите, здесь довольно тонкий штырек. Я уберу вот так вот и втыкаю в середину куска. Вот так. Все, он у меня находится в середине куска. Дальше вы открываете Google и смотрите таблицу прожарки свинины. Мне нужно 62 градуса внутри куска. У меня в духовке где-то, наверное, градусов 140. Это вообще многовато. Желательно бы там при 80 минут 30-40 продержать. Но при 140 тоже там минут 15-20-10. Я даже не знаю сколько. Вы знаете, я так отвык вот от этого времени какого-то. Потому что теплое у вас мясо, холодное, сколько вы его жарили, высушили ли вы внешнюю корку или она у вас осталась влажной. Что происходило? Какой толщины? Здесь тонкий, здесь толстый. Сейчас значит я увеличиваю, просто-напросто увеличиваю температуру. Выставляю, вот смотрите, 56, 57, 59, 60, 61, 62 градуса. Ну, давайте 63 так, чтобы наверняка. Теперь я просто-напросто беру, отправляю вот сюда термометр. Опа! Закрываю и на магнитике вот сюда леплю его. Зачет? Зачет. Как только достигнем 63 градусов внутри, он запищит, я пойму. Окей, стейк готов. Еще один важный элемент. Очень часто в ресторанах люди жарят стейк на сковороде, ну, например, на стальной, и потом берут в пара конвектомат, отправляют на этой же сковороде жариться. Значит, в одном из городов, где я ставил меню в ресторане, я прям спрашиваю, говорю, ребята, зачем вы так делаете? Они говорят, это нужно гастроемкость взять, потом это переложить, это потом сложить, потом поставить. Столько геморроя, ну, ты как бы жаришь и все, и на ней поставил. Температура сковороды очень высокая. И в пара конвектомате температура воздуха, она не равна температуре сковороды ни в коем случае, потому что воздух не так проводит тепло, как металл. Поэтому вот та часть стейка, которая лежит на сковороде, и вы ее еще подогреваете тем горячим воздухом, который находится в духовке или конвектомате, он выжигает вот ту часть, которая прикасается к сковороде. Потом разрезаешь стейк, и у тебя та нижняя часть, она белая вся, well, 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 mega well done. А дальше у вас нормальная прожарка. То есть, ну, это получается глупость. Используйте всегда тонкие противни, потому что это не сковорода, он так не накапливает температуру, у вас стейк не жарится. Наша задача его прогреть очень в щадящем режиме. Вот, уже 39, на 1 градус повысилось. Теперь мы занимаемся, чем хотим, и ждем, когда перпикает. Запомните, вам не нужно думать о том, какого размера кусок, чего и как. Просто воткнули, набрали температуру, и ждем, когда продукт будет готов. Что у меня будет на гарнир? На гарнир у меня фасоль. Фасоль вот такая вот, отварная из банки. Я ее взял, промыл от всей вот этой вот жижи, слизи и всего прочего. И, значит, мне понадобится кинза. Это, кстати, один из самых простейших таких, знаете, когда вы прибежали домой, думаете, что такое на гарнирчик приготовить. Фасоль имеет большое количество крахмала в себе, и поэтому много ее не делайте. Ну, то есть, вот то, что я сейчас сделаю, небольшое количество его нужно, иначе, ну, это тяжеловато будет. Обязательно кинза. Зеленку можно любую сюда, сути, что хотите, что в холодильнике у вас есть, то даже бывает, знаете, у некоторых людей замороженная всякая зелень есть в морозилке. Ну, вот, достаньте замороженную зелень, даже замороженная подойдет. Нам нужны витамины, и нам нужно что-нибудь, что сделает фасоль, скажем, более мягкой, не такой сухой, как она является на самом деле. Поэтому кинзульку надо порезать мелко, и отправить ее вот сюда. Раз, кинзы не жалейте, зелени не жалейте, получится вкусно. Теперь остатки чили перца. Остатки чили перца с семечками чуть-чуть порубили, потом вот так порубили, порубили, порубили. сюда. Обязательно сюда нужно добавить лимонного сока. Прямо, это очень важно. Смотрите, прям поливайте, не жалейте. Ох, брызжет, какой сочный лимон. Теперь оливковое масло. Вот оно. Пару ложек, может быть, и больше даже. Все по ситуации. Обязательно сюда нужно натереть сыр. Терочку берем. Сыр натереть имеется в виду, значит, твердый, потому что мягкий плохо тереть. Натрем сыр сюда. Сыра по желанию 2-3 столовые ложки. Видите, твердый, он прям аж пух такой, клевый. получается. Так, знаете, еще чего не хватает? Соли. А соль у нас где? Правильно, в сыре и в соевом соусе. Соевого соуса, поэтому прям капельку совсем, совсем каплю. И сахарочек. Сахарочек. Хе-хе-хе. Где сахар? Ну, ладно, нету сахара, что-то у меня только какой-то пальмовый какой-то остался один-единственный не путать с пальмовым маслом тоже но он не очень сладкий поэтому я так буквально но сколько здесь на чайная ложка вот этот гарнир он должен быть такой знаете острый сладенький яркий по вкусу от кинзы фасоль разминаем вилкой превращаем в пасту кстати если вы сделаете такую штуку засунете ее в баночку и поставить в холодильник то пару дней вы можете на завтрак прям намазывать вот эту фасолевую пасту на хлеб и спокойненько с чайком по утрам или с кофейком порубали калорий достаточное количество крахмала достаточное количество если вы еще с хлебом будете есть но можно с хлебцами получается кстати очень очень забавно а если сверху еще кусочек например какой-нибудь горячего копчения рыбки накинуть яичко раз такое в смяточку половинку и вот так вот бутербродик вот это вот кстати базовая история фасолевая очень крутая вот подумайте возьмите себе на заметку о 63 градуса достигнута внутри куска нужно учесть что во время остывания еще один два градуса у нас прибавится опа смотрите вот я не вынимаю пока сам поднос уже почти можно трогать руками то есть оставая довольно быстро но температура уже 64 градуса внутри куска то есть он продолжает готовиться это говорит о чем обращайте на это внимание обращайте на это внимание я вынимаю и прощаюсь с термометром но на какое-то время еще сок в нем остался видите небольшое количество сока вытекло но этого не избежать значит что я делаю вот так вот кладу значит для тех кто любит экстрим можно добавить сюда вот эту горку из чеснока и чили перца значит весь сок который образовался у нас процессе вытекания мы отправляем вот сюда жир сок масло все остальное в мусор и вот эту вот пасту фасолевую которую мы делаем как гарнир до смешиваем соком нельзя выбрасывать сок от мяса вкуснейший правильный его нужно добавить куда-нибудь или в крупу или в кашу или в суп ну то есть что вы делаете или к овощам гриль теперь фасолевый гарнир нужно вот так аккуратно взять и выложить вот сюда рядом и теперь кульминационный момент убираем все самое лишнее и так пилим пилим смотрим смотрим пилим что у нас получилось посмотрите идеально прожаренное мясо с дыркой от термометра а если на него нажать вот она видите сок с него течет водится просто великолепно то есть вот кусок смотри на не нажимаешь лишь из него прям течет понимаете какой сочности этот кусок и ваши рассуждения на тему того там какое время какое кто-то там какая-то мадам блогер сказала что на килограмм мяса 45 минут при 180 чушь собачья температура закон ну так вот берете ну тут что сказать вот тут кислота острота фасоль кинза яркий вкус здесь мягкое сочное мясо и жареный перец там не жареный конечно такой отваренный но получилось супер просто великолепно великолепно купите собираться навсегда в интернете блин продаются эти выносные термометры напишите термометр для мяса выносной и все все ваши проблемы будут решены я останусь доедать со всеми прощаюсь что понравилось не понравилось пишите я знаю что если тролли среди вас но я не против до свидания приятного аптита дорогие друзья